Ты любишь играть в математику? Да. Как ты изучаешь эту математику? Строить машины. Строить конструирование? Да. Математика это что самое? Настольные игры. Это настольные игры? А еще что? То, что ты считаешь на пальчиках или без пальчиков. Это математика? Да. А задачи решаешь, это математика? Да. А в шахматы играешь, это математика? Да. Зачем нужна математика? Чтобы быть умным. А это интересно? Да. Санна Нурклест действительно уникальный шведский иллюстратор и художник, потому что, конечно, прежде всего он известен в своей серии о Пацине Финдусе, но также в его творчестве можно найти как минимум две книги. Это «Понятная математика» с Кристин Дарья Санна Нурклестом и «Понятная философия» с Питером Эргбергом и Санна Нурклестом. Это книги, которые относятся к жанру отраслевой литературы и научат вашего ребенка понять скучный школьный предмет, понять сложные вещи, которые, может быть, даже остаются непонятными до сих пор. И взрослым книги, которые вы прочитаете с удовольствием, где не просто скучные тексты и яркие, заманчивые иллюстрации, но они действительно веселые, занимательные, смешные, и они заставят вашего ребенка проникнуться сюжетом, проникнуться текстом и узнать очень много нового и интересного. На самом деле не так много книг о школьных предметах, где наука представлена просто интересной и понятной. И можно сказать о том, что эти две книги действительно представляют огромный интерес не только для ребенка, но и для родителя. Многие родители сталкиваются с тем, что математика для детей один из самых нелюбимых школьных предметов, и домашние задания часто делаются ребенком через силу, лишь бы быстрее закончить и перейти к другим делам. Почему так происходит? Почему математика воспринимается детьми очень сложным, неинтересным и скучным предметом? Как решить эту проблему? Как предложить детям полюбить математику? В этом нам поможет педагог игровой математики Екатерина и книга «Понятная математика» с Кристин Даль и с Веном Нурквестом. О математике, о том, как полюбить математику, помимо литературы мы расскажем чуть позже, но пока Кристин Даль и с Веном Нурквестом. Кристин Даль – это ученый, математик, которая смогла преподнести свой предмет удивительно легко, забавно и, самое главное, понятно. Она расскажет о том, зачем вообще нужна математика, как она применима в жизни, зачем нам нужно изучать такие сложные предметы, как водорифмы, интегралы, фракталы, что это вообще такое. А С Вен Нурквест – это действительно уникальный и удивительный шведский иллюстратор, который превратит весь текст в смешное, забавное и интереснейшее приключение. Каждая его картинка на полях, она, во-первых, очень яркая, на нее сразу падает взгляд, но, за всем прочим, очень смешные иллюстрации, очень смешные персонажи, которые действительно увлекут ребенка в текст и помогут разрешить, наконец, этот конфликт с математикой. И, возможно, действительно, эта книга станет первым проводником ребенка к такому по-настоящему, очень важному и нужному школьному примету, как математика. Ну, а сейчас мы поговорим с педагогом игровой математики Екатерины о том, как увлечь ребенка, какие можно использовать техники, помимо литературы. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Рыжкова, я педагог игровой математики. Это Маркел Рыжков, мой помощник сегодня. Здравствуйте. Да, многие считают, что математика – это наука серьезная и часто бывает скучная, неинтересная. И, действительно, если маленьких детей, например, касаемо посадить за парты, то в скором времени реально им станет скучно, потому что маленькие дети, они лучше думают на ходу, на бегу, на скаку, они больше воспринимают информацию, и поэтому очень важно предлагать с детства такие игры, которые будут совмещать, с одной стороны, учитывать то, что это дети живые, с другой стороны, будут давать им пищу для размышления и показывать, что математика – это понятная и интересная наука. Многие родители даже думают над тем вопросом, зачем она нужна, например, математика, что она дает, что дает изучение уравнений, интегралов этих формул, если это потом в жизни не применить. Да, действительно, на 99% может быть она им пригодится в жизни, но скорость мышления, способность критически мыслить, умение принимать правильные решения в различных жизненных ситуациях этому всему помогает изучение математики. Сам процесс обучения, он прокачивает мозг ребенка. Это как однажды научиться кататься на велосипеде, и ты научился, и этот навык с тобой остается навсегда. Так и математика. Научившись однажды, когда-то изучив и обучаясь наши возможности мозга, они остаются с нами навсегда. И начинать лучше математику в дошкольном возрасте – это с прощупывания его. То есть, чем больше ребенок посчитает, чем больше различного материала будет пересчитывать. Считать можно все, что угодно. И самое главное, мне кажется, это заинтересовать математикой, показать всю красоту математики. Ведь математика – это не только счет, арифметика, это и геометрия, это и логика. Это все можно развивать с помощью настольных игр различных. Это можно и счет, и геометрию, и логическое мышление. Все это развивается с помощью игр. Если это касается маленьких детей, допустим, и это увлекает ребенка. При этом играя, он получает много информации. Можно использовать такие материалы, как мозаики, различные конструкторы, башни строить. Не обязательно это сидеть и на листике все писать, а все это делать в процессе игры. Ну и, конечно же, читать литературу, например, соответствующую, которая тоже будет подпитывать ребенка и его интерес к этой математике сопровождать и развивать его с удовольствием. Мы играем. Мы никогда не занимаемся математикой. То есть такого нет. Мы с Маркелом играем. Играем, вот, например, покажи игру. Как она называется? Фрукта 10. Есть фрукта 5, да? Покажи. Фрукта 5. 5. Есть фрукта 10. Это игра на счет. Ладно, еще расскажи, какие у тебя игры есть. Головоногие. Ну, эта игра не связана, может быть, с математикой, но зато она отлично развивает память и сколько, очень много нужно запомнить, придумать имен и запомнить. Покли, Арвакли, это... Ну, вот, в общем, нам очень нравятся игры от банды умников и игры от простых правилов. Вот они для детей идут от самого маленького возраста. Скажи, математика, это интересно? Да. Вот, кстати говоря, насчет математики, то, что... Ну, для меня математика, это понятие... Ну, не только счет, это и геометрия, это все математика вокруг, да, у нас. Получается, я вот недавно, кстати, удивлялась насчет фракталов, да, например. Мужчина сделал такой эксперимент, он ставил точки, кидает кубик, ставит точку. В одном месте, в другом месте ставит точки. Точки просто, вот, какое выпало там число, он ставил точки. И потом он все сначала на бумаге делал, потом перенес все это в компьютер и построил, запрограммировал, да, случайное число, выпадение от случайного числа и ставит точку. И в итоге у него получился лист папоротника. Да, я знаю. Вот, это вообще, я когда увидела, думаю, везде математика, это везде, она получает вся зависимость, все у нас в природе можно объяснить с помощью математики. И это очень красиво, показывать детям волшебство, когда лента Меобиуса, да, это тоже, когда бесконечно ты можешь ходить, да, и когда детям это показываешь, это удивляются, да, объемные фигуры, например, складывать из различных, вот мы недавно складывали додекаэдры, да, из шестиугольников или разные трапеции. В общем, это настолько все многогранно, да, и можно реально ребенка не напрягать, да, вот этими уравнениями и формулами, а вот увлекать, именно показывать красоту с другой стороны, вот математику как бы с другой стороны. И получается потом, допустим, постепенно переходить к чему-то сложному. А еще очень классно применять загадки, например, Маркел обожает загадки, он любит придумать сам потом загадки, вот это тоже как бы вот эти все ребусы и головоломки, это тоже же математика, как бы если этим тоже увлекать ребенка, тоже будет развитие мозга и логического мышления и всего. Ну а теперь мы поговорим о понятной философии, где с Питером Эгбергом, где иллюстратором тоже выступил Свен Нурквист, и который помог также украсить эту книгу своими смешными, забавными, интересными персонажами и иллюстрациями. Философия — это предмет, которому уделяется очень много внимания в институте, возможно, в старших классах, и всегда воспринимается как нечто ужасно сложное, ужасно неинтересное, и самое главное — непонятное. Кажется, что понять философию доступно очень-очень узкому кругу, и это невероятно сложно, и, может быть, даже еще менее интересно, чем математика. Ну а здесь авторы помогут понять, что философия — это не только скучные учебники, это не только тексты, которые ты можешь по пять раз читать и все равно ничего не понять, но философия — это то, что окружает нас вокруг. Почему на земле мерцают звезды? Что такое счастье? Всегда ли плохо врать? И точно ли земля круглая? Если вы задумывались о подобных вещах, значит, вы философствовали. Эта книга ставит множество интересных философских вопросов, знакомит с известными философами, учит развивать собственное философское мышление. А написал ее Питер Энбер, шведский писатель, философ и педагог. Читайте, рассматривайте рисунки и философствуйте, потому что это действительно очень полезно, это развивает воображение, это развивает ум и может стать отличным поводом для изучения чего-то нового. Редактор субтитров А.Семкин